Всем привет! С вами Ванделей и это возвращение легендарной рубрики, а вместе с ней возвращение легендарной рекламы World of Warships. В описании под моими роликами так давно не было ссылок на эту игру, что вы наверное уже забыли её достоинства. Поэтому я напомню, это симулятор боевых действий на воде, в котором вы будете топить своих врагов под современное звуковое сопровождение и сочные спецэффекты. А при регистрации по ссылке в описании ты получишь премиум судно Албани и 2 миллиона серебра. Итак, моды на Сталкер. Кто их только не делает и какими они только не выходят. Бывает скачаешь мод, поиграешь и прям хорошо на душе, потому что и атмосфера захавал, и вылетов на стол почти не было. А бывает только возьмёшься за мод и уже все руки в каком-то говне. И конечно таких модов большинство. Поэтому рубрика сливки модостроя выходит так редко не потому, что модов на обзор нет, а потому что после каждого выпуска надо долго-долго отмываться мылом, за коем я собственно и бегу в Call of Duty. А сегодня наконец-то настало время сливок, которые уже даже давно не сливки, а масло модостроя. Причём бензиновое, потому что от сегодняшних модов ваша жопа 100% отдаст искру, и тогда весь комп сгорит нафиг. Так, встречайте, сталкер неополитический мод. Если вы думали, что мода про Украину, про Донбасс, про Путина, про Навального стали придумывать только в последние годы, то... 2009 год, господа! Причём здесь и Пуртин, и Ющенко, даже Саакашвили. Все признаки политического говномода, но в 2К09! Неудивительно, что опередивший своё время автор остался непонят, а его наработка не востребована. До сегодняшнего дня! И вот меню мода, и оно на удивление нормальное. Ну, кажется, это затишье перед бурей. Найти дыру в Хаза проводе. Главный герой Терминатор, но при этом почему-то лох, и зовут его просто я. А Сидор здесь... Я хз, может это мем 2009 года? Это... Короче, это дико смешной персонаж с дико смешными диалогами. Тут мои ребята возвращались в задание и пропали. Один из них звать Морант. Сидор, чё за фигня? Это же и есть ты! Короче, найти Морант везде, убей его нах, пропуск рен. Господи, гениальный пропуск! Именно так и цензурят слова! А здесь же стоит ещё один лошара. Паганини. Нави которого, блин, либо создатель мода, либо его старший брат. С Морант скверное дело приключилось. Тут неподалёку на его группу узбеки напали. И знаете, что выдаёт нам этот лошара? РПГ, гаусс, экзоскелет и защиту долга! Её-то нафига? Нафига мне два костюма-то, скажи! Ты как, под кайфом? Пока да, кровь хлещет из пальца. Вызывай скорую! Нет, Сыч, я вижу, что ты Сыч, а он мне в ЗП никогда не нравился. Так что пусть тебя съедят. Субаки! Так, я не понял, а когда мы будем искать дыру в газопроводе? Чёрт, Разрав впихнул сюда всех друзей по классу. Сколько узбеков в лагере? Да, фантазия автора не знает границ. Гаусс стреляет очередями. А ещё герой прыгает, как саранча в Австралии. Взять у однофамильца Моранта Флешко. У однофамильца! Так вот, в чём дело! Тут снова невероятного юмора диалог, которых ещё здесь много, но не в них суть. Я так же и не нашёл заявленных политических персонажей, но и они не главное. Как вы уже поняли по футажам, в этом моде просто революционный геймплей. Впервые за историю модостроения мы получили не тупой тир, а настоящий геймплей 12 из 10. Не хватает, конечно, побегушек по стенам, но это уже шаг вперёд. Это прыжок вперёд, прыжок как у героя мода. Вообще, во всей индустрии в целом. Так что мне совершенно непонятно, почему в далёком 2009-м никто не оценил эту наработку по достоинству. Ну и ладно, давайте вернёмся в настоящее. Посмотрим, что у нас есть из новинок. И этот мод сразу же встречает нас в божественном меню. В отличие от первого случая, автор сей наработки не желает никого обманывать. И сразу даёт понять, что это мод про сталкеров в кокошниках и ктулху с топорами. Тысячи извинений, вы так жаловались, что я пилю одну колду, но запускаем сталкер, а тут дроповик из второй варфы. И синопсис я не читал, но походу герой проснулся раненым, потому что нас просят заюзать аптечку. Давайте пошалим в рюкзаке. Ё-моё, сказочное богатство. РПГ, Зорекс, хорошо использовать после похмелья. Коктейли Молотова, Адреналин. Наци, хавчик в лучших традициях моды Мёртвый Город. Акваминерали, набранные из ближайшей лужи. И даже лосьон-боярышник. Так, я не совсем понял, игра почему-то всё равно показывает нам схавать аптечку и все эти брызги из модов Р2. Едрить! Ааа, что это за... Нафиг-перенафиг! Это чё за дичь? Похоже на стенки ледяного куба, в котором я теперь заперт. Нет, нет, похоже на ваганутые текстуры. Но возвращаемся с небес на землю. Кажется, тут кого-то прессует. Ааа, кажется, этот кто-то нам не рад. Ё-о-о, что за говно? Вы издеваетесь? Кто, блин, ставит коллиматор на пушку, но не меняет прицеливание? Я прям чувствую, узнаю этот почерк. Это сама гениальность стучится с той стороны монитора. Обыск тел даёт понять, что атаковали меня наёмники. Причём наёмники, приготовившиеся к знатной попойке. Тут пузырей шизануться можно. Пожалуй, заберёмся от себе. Подождите, то есть парни просто хотели завалить кабанчика? А после прикончить его повторно, но уже под пухлишко? Кажется, я всё испортил. Ладно, теперь нам придётся либо жить с осознанием содеянного, либо пытаться утопить истину в вине. С чебуреком. Прощай, чай с апельсиновыми корками. Назад пути нет. О, ребята, а водки больше нет. О, господи, кажется, теперь мне нужно будет забыть ещё больше. Нет, срочно пора уходить за пой. Пока я не понял, что это за труба у него в руке. Несерьёзно, что это за дичь? О, это огнемёт, зашибись. Спасибо модам Насталкер за нашу здоровую психику. Что ж, всё. Кажется, я нашёл идеальное место, чтобы выпасть из этой реальности. Старая Нива в камышах. И полный рюкзак стеклянных ёмкостей. Друзья, в этом году мы пережили много всего. Но самое жуткое всё равно осталось за бортом. Потому что тем вонючким мы не обозревали. Всех с наступающим праздником. Не берите пример с персонажа данного мода. Всех с праздником. Возможно, ещё не всё. Субтитры подогнал «Симон»